Куриный бульон Куриный бульон Куриный бульон Когда он подошел к дверям Зинаида вышла из-за колонны И глядя на него жалобными глазами Болящего ребенка сказала тихо Батюшка, мне бы поговорить с вами Не откажите Да когда ж я тебе отказывал, бедная моя Вздохнул отец Николай Ну пойдем что ли ко мне чай пить Замерзла поди Не знаю Мне теперь одинаково холодно всегда и везде Отец Николай Не зная пока что и сказать Скорбно покивал головой Да уж Устроил Сергей подарок матери К прошлому Рождеству Вот уже и год прошел А материнскому сердцу все не легче Нет, совсем не легче Ох дурак Ох и дурак Сережка, что наделал-то Священческий домик в ограде храма Еще только собирались строить Да денег пока Господь не посылал А потому жил отец Николай Со своей попадьей у неженатого пока сына На казенной его квартире Сын его был заведующим Хирургическим отделением Недавно построен на районной больнице И жилье ему дали неплохое Хватало места и отцу с матерью И квартира была недалеко от храма В минутах двадцати ходу Дорогой отец Николай и Зинаиды Не разговаривали Не получалось разговору Потому как идти приходилось гуськом По тропке, протоптанной По заваленному снегом тротуару Отряхнув снег у входа Вошли в парадную Поднялись на второй этаж На звук отпираемой двери Прихожей вышла матушка Здравствуйте, Зинаида Петровна Раздевайтесь, проходите Что так поздно, отец, исповедников много было Хватало Олег дома ужинал уже Был дома Но только сел ужинать Как позвонили из больницы Чипа там у них какой-то В хирургическом Подхватился и побежал Скоро ли вернется, не знаю Ужинать будешь или его станешь ждать Подожду Мы пока Зинаиду чеку попьем, если дашь И поговорим Сейчас приготовлю Зинаида разделась и села к столу Молчала Ждала Вскоре матушка принесла чай Отец Николай прочел молитву И Зинаида охватила руками чашку, но пить не стала То ли руки грела, то ли разговор начать никак не решалась Батюшка выпил первую чашку чая, налил вторую И тогда спросил Что у тебя, родная моя? О чем поговорить хотела-то? Зинаида подняла на него больные свои глаза и попросила Батюшка Год уже прошел Так может, теперь можно уже поминание на литургии по сыну заказать? Ой, милая ты моя Сколько раз уж тебе говорено Нельзя поминать сыночка твоего непутевого в церковной молитве Только келейно И уж тем более нельзя подавать на него на литургию Что ж ты такая маловерующая и нетерпеливая-то? Да верую я, верую в Божью милость, батюшка Потому и прошу Только вот несправедливо же Всех скончавшихся поминают А моего сына, кому молитва больше всех нужна Почему-то нельзя А может, ему легче было бы после церковной молитвы? Это тебе только кажется, Зинаида Если церковь за две тысячи лет не переменила мнение по этому поводу Так значит, как было, так и осталось Нельзя поминать самоубийц в церкви Опасно это Как для поминающих, так и для грешной души самоубийцы И даже для самой церкви Уговоришь ты или обманешь священника Греха не оберешься И другим матерям самоубийц соблазн велик В тайне такой деяния не сохранишь Ну почему ж такое неравенство, батюшка? Хоть и тихо, с глубоким надрывом Спросила Зинаида Ну почему? Самым несчастным грешникам отказ Ну несправедливо это Это ты нетерпеливость свою проявляешь, Зинаида Ну сказано тебе Только в келейной молитве И делами милосердия надо спасать грешную душу самоубийцы Я ж тебе рассказывал про это И слова старцев наших приводил И книгу давал читать, как молиться за самоубийц Да читала я все, батюшка И канон за самовольно скончавшихся Не только сорок дней, а и сейчас читаю Ну вот и продолжай читать А про записочки на литургию Про годовые поминовения забудь Другой помни Тайком канон церковный о самоубийстве нарушишь Великий грех на душу возьмешь Ибо такой грех сатане двери в душу открывает Говорили вы про это, батюшка И не раз говорил, и еще говорю Смирись, мятежная душа Сын накуролесил Так ты хоть ради него будь послушной дочерью церкви Тебе вся твоя оставшаяся жизнь на помощь сыну дана Но куда ты торопишься-то? У Бога мертвых душ нет Господь Бог не чичиков какой-нибудь У него живы все, даже те, кто в аду И любит он их, и заботится о них Но кто может знать Не помилует ли Господь сына твоего За твои молитвы по окончании твоей жизни Или на страшном суде Терпи, надейся Вери, жди А не пытайся по своей воле церковные каноны обойти Нельзя это, милая моя В своей воле это и неверие Да я же как раз и верю В силу церковного упоминания Батюшка Вот только не могу понять Почему мой сын не достоин его Я бы, кажется, любые деньги отдала за такое упоминание Так ты хочешь, мать моя, добиться для своего сына Исключения церковных правил и канонов? Так что ли? Ну, в общем, строго говоря, так и есть Ну, жалко ведь мне сына И мне, Сережку, твоего жалко И церкви его жаль А уж Богу-то, как его дурака, жалко Но закон обойти нельзя Закон этот для всей церкви установлен и установлен не зря А для спасения наших душ Это как правило уличного движения Если показано, что объезда нет, а есть опасность для транспорта Так и не пытайся объехать В ДТП попадешь Ну, вот и ты не пытайся объехать церковные каноны А следуй им со смирением И жди Божьей милости И даже не думай Даже не думай ее манипулировать Поняла? Мом-то я понимаю Но сердцем нет Сердце мое кричит и плачет Негодует, батюшка Моя бедная ты, моя бедная Тут вдруг раздался долгий и нетерпеливый звонок Матушка поспешила к двери Вошел батюшкин сын, доктор Лагутин Олег Николаевич Простите, что звоню, ключи забыл взять в попыхах Что у тебя, сынок, спросила матушка Плохо я вижу Хуже не бывает Угробили парня О, Господи, матушка перекрестилась Как звали-то, спросил батюшка Твой тезка, отец Мам, я ужинать не стану Налей мне чайку, пожалуйста Отец Николай помолился за новоприставленного тезку А кто новоприставленный-то? Мы его знаем, спросила матушка Да знаете Николай Никитин Сын продавщицы из Продмага Бедная Любочка Единственный сын без отца вырастила Любочка ваша не бедная, а вредная Вот она-то сына и угробила, сердит, да сказал доктор Да как же это может быть-то, чтобы мать сына погубила Что ты такой говоришь, сынок, испугалась матушка Олег Николаевич отхлебнул чая и сыпнул глазами на мать По дуре материнской любви погубила А какая была операция сложная, проделана А какие надежды у нас были А что случилось-то, расскажи, сын, попросил отец Николай Облегчи душу Расскажу У парня живот заболел Непроходимость кишечника Сделали колоноскопию, обнаружили рак МРТ показало еще метастазы в печени Подготовили на столб Половину толстого кишечника удалили Метастазы с печени попутно убрали Удачно был расположен Перспективы были хорошие Если не излечили бы, так пожил бы еще год-другой Положили его в послеоперационную палату Лежит он под капельницами Уже и в себя пришел Тут мать пришла его навестить Я сам с ней говорил Рассказал о предполагаемом ходе лечения О строжайшей диете, которую придется соблюдать Несколько месяцев после сложной операции На кишечнике и печени Ничего не забыл Сказал и то, что сутки-другие он будет питаться Только через капельницу И что делает любящая мамаша? Она бежит домой Покупает курицу Готовит ему крепчайший бульон Проносит его тайком в термосе И заставляет сына выпить его весь до капли Пол-литра горячего бульона Да еще просит врачам ничего не говорить Шве от горячего бульона расходятся Содержимое кишечника изливается в полость И мгновенно развивается перитонит Я еще успел застать парня в сознании Он рассказал и про адские боли в животе И про бульончик, которым они вызваны Вскрыли снова брюшную полость Но уже было поздно На столе он и скончался Вот что нетерпеливая материнская любовь наделала Все потрясенные молча допили чай Зинаида Петровна поблагодарила матушку за чай И засобиралась во своясе Пойду-ка я провожу тебя, Зинаида, сказал отец Николай Пройдя в молчание минут пять, батюшка остановился Ну вот тебе, мать моя, и притча на тему Хорошая и полезная штука для больных куриный бульон А не всякому больному он на пользу И новое питание по капельке показано А залив него горячий бульон погубишь Вот так и Сереженьке твоему Тихие келейно-материнские молитвы твои На великую пользу А запрещенное поминание за литургией Во столь же великий вред Поняла? Поняла, батюшка Пойду домой молиться С Богом, родная И они захрустели по снежку Каждый в свою сторону Думая об одном Храни вас Господь Будем благоразумными Обнимаю вас душой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!